Чаун Терпунч, США, забытая кровавая бомбардировка Америка и Сербии Джеймс Бовард Чаун Терпунч, США 22 августа 2019 года Забытая лощь почти всегда является гарантией нового политического предательства. 20 лет назад президент Билл Клинтон отдал распоряжение начать бомбовые удары по Сербии во имя защиты прав человека, справедливости и этнической терпимости. В рамках одной из величайших фальшивых моралити современности от натовских бомб погибли примерно полторы тысячи мирных сербов. Как недавно отметил британский профессор Филипп Хэмонт, Плип Амонт, та 78-дневная кампания не была чисто военной операцией, силы НАТО также уничтожили то, что они называли мишенями двойного назначения, то есть фабрики, городские мосты и даже главное здание телецентра в Белграде. В попытке силой заставить страну подчиниться. Ничем не спровоцированная атака Клинтона на Сербию, призванная помочь этническим албанцам захватить контроль над Косово, создала прецедент для боевых действий в гуманитарных целях, на которые ссылались сторонники ничем не спровоцированной атаки Джорджа Буша-младшего на Ирак, военной кампании Барака Обама в Ливии и бомбового удара Дональда Трампа по Сирии. Клинтон до сих пор считается героем в Косово, где в центре столицы Приштины, на бульваре Клинтона стоит его трехметровая статуя. Один комментатор из британской Тегуардиан отметил, что эта статуя изображает Клинтона с поднятой левой рукой, типичный жест для лидера, приветствующего массы. В правой руке он держит документы, на которых стоит дата начала бомбовой кампании НАТО в Сербии, 24 марта 1999 года. Было бы гораздо правильнее изобразить Клинтона стоящим на трупах женщин, детей и стариков, убитых в ходе той бомбовой кампании. Военная кампания в Сербии оказалась семейным делом в Белом доме Клинтона. В своем интервью, которое Хилари Клинтон дала летом 1999 года, она заявила, я убеждала его начать бомбить. Нельзя, чтобы такое продолжалось в конце столетия, которое принесло нам страшнейший геноцид нашего времени. Зачем нам НАТО, если мы не защищаем наш образ жизни? В биографии Хилари Клинтон, которая была написана Гелом Шихе, Гайл Шей, и вышла в свет в конце 1999 года, рассказывалось, что Клинтон не разговаривала со своим супругом в течение восьми месяцев после скандала с Моникой Левински. И она снова заговорила с ним только тогда, когда она позвонила ему и в самых резких формулировках призвала его начать бомбить Сербию. Спустя 24 часа Альянс НАТО начал свою кампанию в Сербии. Александр Кокберн, Александр Чачкбурн, написал в Лос-Ангелес Тимес, вряд ли стоит удивляться, что Хилари убеждала президента Клинтона сбрасывать кассетные бомбы на головы сербов, чтобы защитить наш образ жизни. Первая леди – социальный инженер. Она верит в терапевтическое воздействие полицейского контроля и в обязанность государства устанавливать такой контроль. Война позволяет эффективнее управлять людьми, взрывчатка позволяет быстрее устранять проблемы. Социальная терапия становится действеннее, если применить крылатые ракеты. Будучи по натуре копом, настроенным на жесткую терапию, она не гнушается самым абсурдным проявлением этой терапии – смертной казнью. Я внимательно проследил за ходом той войны с самого начала, но продавать статьи редукторам, осуждающим ту бомбовую кампанию, было так же легко, как петь хвалебные песни саентологии. Вместо того чтобы взяться за печатную прессу, я обратился к своему дневнику. 7 апреля 1999 года. Большая часть СМИ и американской общественности оценивает политику Клинтона в Сербии на основании фотографий разрушений после бомбовых ударов. Вместо того, чтобы задаться вопросом, а была ли какая-то цель и какое-то убедительное оправдание тем бомбовым ударам. Абсолютный триумф возможностей фотографии. Настоящая пародия. Настоящий национальный позор для Америки. 17 апреля 1999 года. Мой вывод из Койсовского конфликта, я ненавижу священные войны. А это священная война за благие поступки Америки, или за ее собственное представление о себе как о святой нации. Сенатор Джон Маккейн, Ион Мчаин, заявил, что эта война необходима, чтобы поддержать американские ценности. Ну конечно. Очередная атака Гитлера месяца. 13 мая 1999 года. Эта проклятая война в Сербии является символом всех недостатков добродетельного подхода к миру и проблем внутри нашей страны. Армия освобождения Косово. В начале июня 1999 года газета The Washington Post сообщила, что некоторые советники друзья президента описывают бомбовую кампанию в Косово в черчилевских красках. То есть как звездный час Клинтона. Чиновники администрации Клинтона оправдывали убийство мирных граждан, потому что, утверждали они, сербы проводили политику геноцидов в Косово. После окончания бомбардировок экспертам не удалось обнаружить никаких признаков геноцида, но Клинтон и британский премьер-министр Тони Блэр продолжали хвастаться тем, что их война помешала новому Гитлеру добиться своего. В своем обращении к американским военным в День Благодарения в 1999 году Клинтон заявил, что косовские дети любят США, потому что мы вернули им свободу. Вполне возможно, с точки зрения Клинтона, свобода – это когда вас тиранят представители одной с вами этнической группы. Когда сербов выгнали из Косово, косовские албанцы сразу же почувствовали на себе жестокое обращение со стороны армии освобождения Косово, которая не выполнила требования о разоружении. В ноябре 1999 года газета «Восиангелистимес» написала, по мере роста интенсивности борьбы за власть среди албанцев Косово экстремисты пытаются заглушить лидеров умеренных сил посредством кампании террора, включающей в себя похищения, избиения, взрывы бомб и как минимум одно убийство. Усиливающаяся интенсивность атак, направленных против членов умеренной демократической лиги Косово, вызывает опасения, что радикально настроенные этнические албанцы ополчились на свой собственный народ из страха потерять власть в демократическом Косово. Силы США и НАТО молча наблюдали за тем, как армия освобождения Косово снова принялась за этнические чистки, истребление мирных сербов, начало громить сербские церкви и всячески притеснять немусульман. Почти четверть миллиона сербов, цыган, евреев и представителей других меньшинств бежали из Косово после того, как Клинтон пообещал их защитить. В марте 2000 года снова начались бои, когда армия освобождения Косово атаковала Сербию в попытке захватить территорию, которая, как она утверждала, по праву принадлежала этническим албанцам. Спецпредставитель ООН по правам человека Иржудинстбир, Иридиенстбир, сообщил, что компания НАТО не решила проблемы. Она только усугубила существующие проблемы и создала новые. Югославская экономика уничтожена. Косово уничтожено. Теперь сотни тысяч людей стали безработными. Соучастие США в зверских преступлениях в книге Фиеллинг и Аурпаин, Тэксплассион антиабусе в говернменту Иринта Члинтон Гориярс, Чувствуя вашу боль, подрыв и злоупотребление государственной властью в эпоху Клинтона и Гора, У меня есть глава под названием «Норовоучение с кассетными бомбами в руках» Морализинг Уитч Лустербомбс, которая заставила как минимум нескольких рецензентов обрушиться с критикой на эту книгу. Норман Провайзер, Норман Провизер, директор Центра политического руководства имени Голдемир, Голдемир Чентерфорь Политичал Леадершип, отметил в своей статье в Денверачке Моун Таин Ньюс, что Бовард жестко критикует Клинтона за незаконную, необъявленную войну в Косово, не удосужившись упомянуть, что на протяжении всей американской истории Конгресс официально объявлял войну только четыре раза. По мере ухудшения ситуации в послевоенном Косово стало проще вставлять резкие комментарии касательно фиаско администрации Клинтона. В своей статье, опубликованной в октябре 2002 года в Усатадай, я раскритиковал стремление администрации Буша начать войну против Ирака, стремление распространять свободу не предоставляет автоматически лицензию на убийство. В 1999 году союзники разбомбили Белград, якобы чтобы освободить Косово. Хотя сербский лидер Слободан Милошевич поднял белый флаг, этнические чистки продолжились, только теперь уничтожали оставшихся в меньшинстве сербов и сжигали их церкви до тла, так же, как ранее сербы притесняли этнических албанцев. В своей статье, опубликованной в Томири Чанчонсервативе в 2011 году, я написал, после того как натовские самолеты уничтожили сотни или даже тысячи мирных сербов и этнических албанцев, Билл Клинтон мог позиционировать себя как спасителя. Как только кампания завершилась, многих сербов, оставшихся в Косово, убили, а их церкви сожгли до тла. Натовский мир обернулся четвертью миллиона сербских, еврейских и цыганских беженцев. В 2014 году рабочая группа Евросоюза подтвердила, что та безжалостная клика, которой Клинтон помог своей кампанией в Сербии, совершила множество зверских преступлений, включая убийство людей ради продажи их органов. В 2014 году Клинт Уильямсон, главный прокурор и глава специальной комиссии Евросоюза, подтвердил, что члены руководства армии освобождения Косово были причастны к убийствам, похищениям, исчезновению, незаконным задержаниям и отправке людей в лагеря в Косово и Албании, сексуальному насилию, насильственным переселением людей, а также к осквернению и разрушению церквей и других объектов религиозного назначения. Газета «Тенеу Йорк Тимес» сообщила, что осудить косовских похитителей трупов практически невозможно из-за различных препятствий и невозможности собрать информацию. Прежнее расследование, начатое в связи с сообщениями о торговле органами в Косово, зашли в тупик, потому что свидетели боялись давать показания, речь идет о маленькой стране, где связи внутри кланов очень сильны, а бывшие члены армии освобождения Косово до сих пор считаются героями. Бывшие лидеры этой армии занимают высокие посты в правительстве. Американские политики проигнорировали тот скандал. В 2010 году вице-президент Джо Байден, Ебидин, высоко оценил заслуги бывшего лидера армии освобождения Косово и премьер-министра Косово Хашима Тачи, Ашим Тачи, назвав его «Косовским Джорджем Вашингтоном». А спустя несколько месяцев был опубликован доклад Следственной комиссии Совета Европы, где говорилось, что Тачи был причастен к незаконной торговле человеческими органами. Клинтоновская война в Сербии открыла ящик Пандоры, отчего мир страдает до сих пор. Поскольку политики и эксперты представили ту войну как моральный триумф, следующим президентам было гораздо проще изображать военные компании США как очевидный триумф добра над злом. Честных оценок тех ничем не оправданных убийств до сих пор крайне мало, и их редко можно встретить в ведущих СМИ. Джеймс Бовард, автор таких книг, как «Оттентион дефичит демочерочи», «Демократия дефицита внимания», «Тэйбуш бетроял», «Предательство Буша», «Террорисмант ираны», «Терроризм и тирания». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...